Здравствуйте! В эфире программа «Республика» о главных новостях в Чувашии прямо сейчас в студии Татьяна Трофимова. В республике количество зараженных коронавирусом продолжает расти. На утро 14 мая по данным сайта Стоккоронавирус РФ в Чувашии 1439 случаев заражения, из которых 79 за последние сутки. 344 человека выздоровели. Летальных исходов по-прежнему 8. Увеличивается в больницах республики количество места для больных COVID-19. 90 коек подготовили в Федеральном центре травматологии в Чебоксарах. Сегодня в Рио главы республики Олег Николаев проверил готовность стационара к приему пациентов. Как будут лечить заболевших коронавирусом, расскажет Рифат Фаткулин. Помещения центра разделены на чистую и грязную зоны. Это сделано для того, чтобы исключить контакт с зараженного коронавирусом с персоналом. Медучреждение по распоряжению правительства России удалось перепрофилировать за две недели. У нас развернуто три отделения для очень тяжелых больных, для тяжелых больных и средне-тяжелых больных. Ну и, конечно же, реанимационное отделение на 17 коек. ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, компьютерный томограф, рентген-комплекс, лаборатории. К работе с COVID-19 готово все. С одной стороны, это приятно, что вот такой оснащенный центр может предоставить все необходимую медицинскую помощь людям, которые болеют новой коронавирусной инфекцией. С другой стороны, есть сожаление, что другие функции, для которого предназначен данный центр, к сожалению, в это время не будут реализовываться. Ну и поэтому перед нами стоит задача максимально в кратчайшие сроки добиться того, чтобы спала напряженность, чтобы, как, если так можно выразиться, победить эту новую коронавирусную инфекцию в Чувашской республике. Ну и вернуться к тем функциональным задачам, для которого и предназначен данный центр. Ну я думаю, что нам понадобится 2-3 недели для того, чтобы ликвидировать впоследствии пребывания здесь пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И мы готовы будем в максимально короткие сроки приступить к своей основной деятельности, потому что пациенты есть, они звонят, никуда не делись. Вот и более того, есть больные, которым необходимо в том числе и срочно оказывать медицинскую помощь. Сейчас, в настоящее время, мы их перенаправляем в другие лечебные учреждения, в другие субъекты. В целом, сегодня в Чувашии развернуто 1135 коек. Наличие свободных мест для больных коронавирусом – важный индикатор для снижения ограничительных мер в республике. По этому показателю наш регион пока отстает. При нормативе в 50% свободных коек сейчас есть только 30. Все койки и все учреждения работают с полной нагрузкой. Персонал подготовлен. Учреждения оснащены всем необходимым и средствами для защиты, и лекарственными препаратами для лечения данной патологии. Для тех врачей центра, которые не захотят идти домой, оборудовали места для временного проживания и организовали питание. Рифат Фадкулин, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев, Республика. Напомним, с 14 мая в Чувашии введен обязательный режим ношения масок. Появляться без маски в магазинах и в общественном транспорте запрещено. За несоблюдение требований последуют штрафы. Штрафы, согласно этой статье, составляют в отношении граждан от 1 тысячи рублей до 30 тысяч рублей, включая предупреждение. У нас работают мобильные группы. Большая часть граждан относится сознательно к тем требованиям нашего руководства, которые обязывают носить их маски. Работники социальных служб, как и врачи, находятся на передовой и круглосуточно оказывают помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Они тоже нуждаются в дополнительной финансовой поддержке, считает глава государства. В настоящее время на федеральном уровне определяется порядок осуществления таких выплат. Со своей стороны, республикой проводится подготовительная работа, чтобы своевременно исполнить поручения президента России. Сегодня в интернатах и домах ветеранов республики проживают около трех тысяч человек, с которыми вместе круглосуточно-посменно находятся порядка тысячи работников социальной службы. И вновь о мерах поддержки жителям страны и бизнесу в условиях пандемии. Зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям по 2% с возможностью погашения всей суммы кредита за счет государства. Президент ввел новую меру поддержки бизнеса. Льготный кредит по 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. Если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Все это делается для того, чтобы стимулировать бизнес, сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников. За два квартала этого года будут отменены основные налоговые выплаты и страховые взносы. Самозанятым гражданам вернут обратно выплаченные ими в 2019 году налоги. Кроме того, они получат налоговый капитал в размере одного мрот. В продолжение темы. В Чувашии, в деревнях и селах земские врачи и фельдшеры получают повышенные подъемные. Перечень удаленных населенных пунктов, где в большем размере полагаются единовременные компенсационные выплаты, участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» утвердил накануне Кабмин республики. Полтора миллиона рублей врачам, 750 тысяч фельдшерам. Правительство Чувашии решило поддержать тех медработников, которые готовы переехать в дальние деревни и села для оказания медицинской помощи населению. Ранее участники программы «Земский доктор» могли рассчитывать на выплаты в 1 миллион рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Получить повышенные выплаты смогут те, кто переехал работать врачом или фельдшером в отдаленные населенные пункты после 1 января 2020 года. В этом реестре оказались 232 населенных пункта республики. Определение перечня удаленных трудосуточных территорий Чувашской республики осуществлялось согласно критериям отбора. Это по удаленности от местонахождения медицинской организации и юридического адреса до структурного подразделения и транспортной доступности от структурного подразделения до медицинской организации и города. Отметим, что с 2018 года с начала реализации программы «Земский доктор» в республике уже заключен 471 договор о предоставлении единовременных компенсационных выплат, благодаря чему укомплектованность врачами в деревнях теперь составила 75%, фельдшерами – 84%. А значит, медицинскую помощь получат все, кому это необходимо. Наталья Мальчикова, Бахтий Равилиев, Республика. Единый государственный экзамен для 11-ти классников перенесен на более поздний срок. Сдавать его будут только те, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Окончательные даты начала аттестационной кампании озвучат в ближайшее время. Учащимся, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, в аттестат выставят отметки по итогам года. Это касается и выпускников 9-х классов. А у начального и среднего звена эта неделя – последняя учебная в этом году. Согласно ранее принятому решению, с 18 мая первые-восьмые классы у нас уходят на летние каникулы. Девятые и одиннадцатые классы продолжают обучение, согласно учебным графикам, до конца мая месяца. Также хочу отметить, что согласно решению Министерства просвещения Российской Федерации, лица, оканчивающие 9-й класс, у нас освобождены в этом году от сдачи обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Речи о работе школьных лагерей не идет, но дистанционно продолжат работать учреждения дополнительного образования для того, чтобы дети проводили время с пользой. Загородные лагеря, возможно, откроют с 1 июля и сделают смены по 14 дней. Но это пока в планах. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Это главные новости к этому часу. Увидимся в эфире Национального телевидения Чувашии.